Не получив вовремя зарплату за предыдущий концерт, группа «Дефаз» демонстративно протестовала, отказавшись выходить на сцену. В тот момент еще не были улажены финансовые обязательства из Курзенской филармонии. Концерт, на который уже были куплены билеты, мог не состояться. Всякое может случиться, ошибки нередко допускаются. Если люди подходят ответственно, коммуницируя, они решают вопросы. Обычно такого не бывает, что музыканты переезжают и не заходят внутрь, не начинают репетиции, а ждут оплаты. Продюсер концертного тура, находившийся в помещениях театрального дома Юросварты, делал вид, что никаких недоразумений не возникло. Я не знаю, по какому поводу переполох. Музыканты сейчас работают. Мы только сейчас строили сцену. Чуть-чуть задержались. У нас тур, включающий в себя несколько концертов. Я не понимаю ваш вопрос. Спасибо. Продюсер пытался акцентировать внимание на том, что было куплено слишком мало билетов. В свою очередь, согласно договору с Курзумской филармонией, за рекламу полностью отвечает продюсер. Поэтому все доходы от продажи билетов остаются ему. При этом Курзумская филармония использовала все возможности бесплатной рекламы. Мы всегда шли на встречу, помогали рекламировать. В том, чтобы зал был полный, заинтересованы и мы, чтобы зрители были довольны. Минут через десять после того, как на происходящее обратили внимание средства массовой информации, продюсерская компания нашла возможность заплатить музыкантам. Компания назвала дату, когда расплатится из Курзумской филармонии. Если этого не произойдет, то вопрос будет решаться в юридическом порядке. Господин Липенец нашел возможность заплатить музыкантам. Концерт состоялся. Такой печальный опыт нам больше не хотелось бы переживать. Руководство театрального дома Юра Сварты остается одно – рассчитывать на порядочность продюсера. После положительного решения вопроса группа вышла на сцену к зрителям, которые так ждали этого концерта. Каждый зритель заслужил этот концерт. Они приходят, потому что хотят попасть на наше шоу. И количеству нет значения. У вас отличный зал с идеальным звуком. У нас получился замечательный концерт. Люди нас поняли. Обычно музыка у Дефаз более электронная и экспериментальная. Но в этом концертном туре музыканты работали в классических направлениях джаза. Обычно у нас большие яркие шоу с элементами визуализации. У нас есть видеохудожник, который работает на сцене. Мы используем компьютеры. В этот раз атмосфера была более интимная, чтобы показать, как звучит Дефаз без этого всего. Мы впервые так поступаем. Музыка, которую мы обычно создаем, базируется на использовании компьютерных возможностей. Сейчас мы открыли то, что песня может существовать и без всего этого – под звуки простых музыкальных инструментов. Побывав на Венсполском пляже перед концертом, музыканты признались, что это лучшее место для восстановления и получения энергии перед выступлением. Мы наслаждались временем, проведенным на пляже, слушая море и чаек. Это такой тихий город, как из какого-то вестерна. Светило солнце на улице ни одного человека. Я дошла до моря, увидела чаек. Я боготворил звуки природы. Работая ежедневно в музыкальном бизнесе, наступает момент, когда музыку сложно воспринимать. А звуки природы дают мне второе дыхание. И можно вновь приступить к работе. Музыканты заверили, что неприятные моменты перед концертом не повлияли на впечатления, оставленные городом и концертом. Дефас готов еще раз вернуться в Венспол, чтобы выступить на свежем воздухе.